За происходящим вблизи наших границ внимательно следят в Министерстве обороны России. Там сегодня прокомментировали активизацию действий НАТО. По мнению заместителя главы ведомства Анатолия Антонова, Североатлантический альянс пытается использовать события на Украине в своих целях. Кроме того, руководство Блока, обвиняя Россию в нагнетании напряженности, хочет отвлечь внимание от собственных действий. Страны НАТО использовали ситуацию на юго-востоке Украины в качестве своего предлога отбросить все дипломатические слова и двинуться вперед, поближе к российским границам. Я попросил проверить, сколько сегодня проводится учений на границах с Российской Федерацией, сколько совершается самолетов-вылетов. Я могу сказать, что активность НАТО в разы превышает то, что делают вооруженные силы Российской Федерации. Но сегодня же в Минобороны прокомментировали заявление командующего американскими войсками в Европе. Генерал Бен Ходжес утверждает, что на Украине находится до 12 тысяч российских военнослужащих. Официальный представитель российского ведомства Игорь Коношенков пояснил, почему этого не может быть, и напомнил об одном случае с Ходжесом в середине февраля. Тогда американский генерал назвал подконтрольный киевским властям Мариуполь на Азовском море Черноморским портом. Ходжеса поймала на этом выходящая в Шотландии газета «Геральт», в интервью которой он потом сам признал себя идиотом. Публикации есть на сайте издания до сих пор. Видимо, теперь от него ждут какой-то новой подобной оценки самого себя, судя по аргументам представителя Минобороны России. 12 тысяч человек – это серьезная армейская группировка с тысячами единиц техники, которую на узком пятачке отдельных районов Донецкой и Луганской областей снежком не присыплешь. Что касается якобы недостаточного уровня подготовки ополченцев для управления сложной военной техникой, которым Ходжес относит отбитые у украинских силовиков артиллерийские системы и бронетехнику, то и здесь потребуется ликбез. Единственным современным и неизвестным для ополченцев Донбасса, прошедших двухгодичную срочную службу в советской или украинской армии, является обнаруженное в больших количествах в Донецком аэропорту и в Дебальцево вооружение западного и особенно американского производства. Внимание, вопрос. Откуда оно там появилось? Может быть, генералу Бену Ходжесу следовало бы и здесь публично заполнить этот пробел в информации? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова